с в сфере в киеве так так и слоя изолея ну да это сложно конечно наверное возможно да но я есть твои создатели а по-моему у меня немножко по-другому выглядит создатель а та создательница была немножко не тем вариантом это же оригинал ага а та была ксерокопия или че ксерокопия ну походу ты не знаешь о чем говорить да я пришла сюда дабы рассказать нам интересные истории ну или какой то новости или показывать ну сорян в этот момент мне позвонил телефон ну да но ты немножко не угадала ну все приятные че это за это называется пони да ладно а ты прикинь все мы тут пони но это типа наша создательница или че теперь у нас есть создательница не ну ну да ну я не раздевольчив идти да я уже заметила и зачем ты тут я прибыл из планеты земля чтобы рассказать вам о вашем каноне у меня вопрос почему ты ниже нас если ты по сути являешься наш нашей однолеткой однолеткой господи тебе наверное будет не учили языков а ладно проехали я не знаю почему такие дылды а также я не знаю почему у меня синие волосы наверное чтобы меньше казалось что я создал этого ну а ты бабонька даже знаешь слушать сми меня иначе я тебя удалю с того мира ээээээх и мною управлять а то я посмотрю что ты армия елсов кстати ты пегас да ты что ты не умеешь колдовать у меня оликорны запасят что сразу я ну а кто еще у нас оликорн ну как бы он слабее чем я ты земная пони да ты что Ладно, не важно. Так о чём это я? А, кстати, вы вдвоём будете жить не очень долго. В смысле? Я собираюсь скоро удалять этот мир. С каких пор ты собираешься удалять этот мир? Ну, я планирую большое просоздание мира. Ну и у вас уже есть канон. Канон есть и у каждой создательницы, знаешь. У всех он очень похож, но я постараюсь, когда буду пересоздавать, буду делать что-то немножко непохожим на остальных. Товарищ, конечно, я вообще полностью пересоздамся. Ты не будешь похожа на себя вот такую. И... в смысле? Не, вы всё равно нам останетесь, но немножко потерпите, конечно, редизайна. Создательницы не будет трогать вашей мирой. Я дам вам свободу, только ты станешь единорогом. Стоп, чё? Но это не точно. Канон ещё не был создан. Так, а чё там ещё? Ты ей веришь? Даже не знаю, но всё же послушать было бы интересно. Так вот, то ушко, которое у тебя особенное, остренькое, оно, в общем-то, в каноне уберётся стать нормальным. Ой, я уже и забыла. У этого ушка была своя история, но она была отменена, но ушко осталось ещё в самой первой оске. В самой первой версии оске. Ты знаешь своих первых версий? Первая версия отличалась немножко цветовой гаммой, но, собственно, почти ничего не поменялось, только градиент на копытах менялся. Значит, знаешь. Тогда мне рассказывать почти нечего. Канон явно небольшой. Ну, всё же я расскажу одну историю. Вы знаете историю своего знакомства, да? Да, так вот, почти никто из зрителей-то не знает, а? А, ну да, точно. Вечно забываю рассказать. Хотя это, походу, ваша работа. А ты тут зачем тогда? Ну, логически я контролирую вами. Так, характерно, ну и контролируйте. Продикция явно у тебя похожа, чем у меня. Да, это как-то влияет. Ну, никак. И да, твой характер тоже очень поменяется. Каким же боком он очень поменяется. Ты не будешь такой занудой, а будешь добрый прекрасный коник. Единственный здесь пока что канонный характер, это характер Рона. Стоп, серьёзно? Да. Я не хочу его менять на серийках. А этот характер как-то особенный, ну, точнее, у нас у всех он особенный, но почему ты мне не даёшь тот характер? Ну, а ты же так не хочешь? Кто сказал? Я же вижу, что ты не хочешь. Ведь ты же унылый и зануда и нытик. Ладно, предположим, я это не слышала. Я это прекрасно слышала. Но задолбывать я тебя не буду. Я немножко добрее, чем ты. А, ладно, хорошо. Ну, а ты славненько. Перейдём к канону. Ну, и что ты хочешь сказать? Канон? Ещё та вещь, которую я только меняю. Ммм, сложно тебе работать в одиночку, наверное. Да нет. Я создала некую свою вселенную, но маленькую, конечно же, но создала всё-таки. Создала каждого персонажа характера, вы втроём основные персонажи. А кто третий? Жужа, естественно. Жужа третий, естественно, основной характер, что... Три главные оски, ну... Ладно, две оски, ну и один ос. Единственный жеребчик на этом курятнике. Ммм, а не могла ты добавить ещё персонажей из мужского пола? Нет? Это не должны были быть твоим словами. Ну, нет, но всё же то в каноне не появится. Т... 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 Появится. Ладно, а что насчёт тогда моей внешности? Ну, ты останешься такой же, в принципе, только характер поменяется. Ушко станет нормальным, как у нормальных пони. Почему ты этого не сделаешь сейчас? Очень много работы. Также есть вероятность того, что я немножко присоздал канал. Фига ты работу затеяла. Да... Я не знаю, как вас переселить на тот канал, который будет тогда. Но сейчас отписываться, пожалуйста, не надо. Я оставлю ссылочку, наверное, на тот канал следующий. Так что подписываться не надо. И сейчас видео будут идти дальше, дальше, дальше. Времени ещё будет много. Да, я встретилась с такой фигнёй, и у меня, как бы, ну, видели, у меня там 154 было подписчика, потом 153, потом 152, потом 154, потом опять 152. Вот так вы прыгаете, а потом, ну, в общем, это число особо не меняется. Печально немножко. А я за этим должна следить. Ну, естественно, слежу за этим я. Стоп, это же я появляюсь тут из портала, господи, такая... Ты появляешься в эту остру, собственно. Ну, а я же могу, как бы, ну, немножко этим управлять. Поэтому я задавалась ещё на персонаж, у которого будет именно мой характер. Ну, а ты сейчас такой дедик, потому что добрых характер у тебя почти нету. А я очень отличаюсь от той, что была. Господи, да вы полные противоположности. Ну, я один ничего не понял. Наверное. Господи. 8 минут только прошло, а ты сразу уже ноешь. Нет, просто... сложновато. Кстати, команды у меня не будет. В следующем каноне. Ты, наверное, много запланировалась. Что ещё там будет? Ну, наверное, поменяется твоя Грива, которая вечно была с самого начала моего канала. Моего канала. Видео, возможно, будет выходить немножко речи, но я попытаюсь понять, как же тыкать видео с Бандикама, в Суни-Вегас. Это всё дело будет обрабатываться красивенько. Ммм, ну, удачи. Анимации будут доводить немножечко чаще. Ммм, ну, правда, я чё не обещаю, потому что мне немножко учёба там поджимает. Хе. Ну, и как бы я просто пришла немножко в другую школу. Мне немножко сейчас сложновато привыкнуть, потому что туда пришла моя подруга, зараза, она забрала у меня подругу. Но пришла другая бабонька, с которой я общалась, собственно, и я думаю, её себе подчинить. Мухаха, я зло. Шикарная стена зло. И да, я чуть не забыла вам кое-что сказать. К нам добавятся ещё две бабоньки. Эй, Дрит, какие ещё две бабоньки? Это уже секрет. Харена шкуритник баб добавлять, лучше бы уже мужиков добавила. Какая-то заботливая. В смысле заботливая? На смысле? Ты же сама знаешь. Молчи. Не обязательно это слушать. Не знаю, как хочешь. Ну, ты меня поняла. Пока что каждый день я буду появляться здесь. Ну, почти каждый день. Ну, через день, потому что у меня немножко учёба, а потом художка, а потом я во вторых и четверг не могу ничего снимать. Ну, естественно, кроме спидпейнтов. С каких-то пор. Ну, просто после художки уже родители дома, а я всегда снимаю только вот тогда, когда одна дома. Тем более, у меня хочется домашки сейчас задают, поэтому я немножко запрятнелся. Ах. Я не говорю, что тебе неинтересно знать. Да нет? Ну, короче, я уйду, ты слушай дальше. Стой. А ты куда ушла? А-а-а-ха-ха. Опять я не даже сказала. Всё. Я поступаю так, как поступали мои бывшие одноклассники. Ты же не такая, как они. То есть, как мои бывшие одноклассники. Память твоя образовалась, как память моя. Ну, по сути, копии. Только мой характер немножко позитивный. Ты хочешь сказать, что ты питаешь видео весь негатив свой или что? Нет, конечно. Негатив уходит мне немножко вечером, да. А каким образом я говорить не стану? Ну, и молодец, потому что я знаю, каким образом. Хочешь сказать, что мне здесь всё это стоять и слушать? Без меня она всё равно ничего говорить не будет. Так-то я лучше уйду. Ты, мой конь педальный, я тебя так просто не пущу. М? За ушко потащили. Ты просто же отпусти меня, ты не можешь говорить. Да, я этим тоже управляю. Смотри, не уколись моим ухом. Не уколюсь, маги, не уколешься. Я сейчас теперь должна страдать из-за тебя. Уже не вечно. Мне потребуется месяц, чтобы присоздать канон. Ты же... Ну, возможно, я не буду удалять этот канал. Я просто его немножко переделаю и удалю все видео, дабы подписчики не убегали. Ну, и зарил парочку новых. Да что-то я некоторые оставлю. Первые анимации оставлю некоторые видео, которые без креатора оставлю. Видео с креатором будут удалены. Тебя казнить мало. Ну, да. А пока что, я тебе дам возможность какое-то желание я буду исполнить. Пока еще есть этот канал. Хм... Ну, это, конечно, идея интересная. Пожелаю кучу желаний. Не-а. Мм, махливать нехорошо. Ммм... 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 Даже не знаю. А оружие, что ли? Ну, не знаю, это может быть какая-то способность временная, чтобы надирать кому-то задницу. Шикарно. Ну, вообще-то сейчас не зима, чтобы ходить шарфиком. У тебя в кануне шарфик другой. Ммм... нечестно. Честно, нечестно, все равно последний день. Да ладно, воспоминания будут у тебя, кроме этих, естественно. Да какие воспоминания у меня вообще останутся? Воспоминания про родов, воспоминания своей жизнью, воспоминания своей семье, ну, такие, не очень прям важные, которые бы... вытарите, вспомните об этом в сегодняшнем мире. Но, видите, тебе еще помню, тебе пришлось. Бабонька, хора, аниме смотреть. Ты не смотрел, я не могу. Ты че? Если будешь не связываться с ним, я тебя прикончу. Давай я тебе дам какую-то... какую-то косу, что ли. Иди мне смерть с косой. Хм... Кстати, когда-то у меня был красный браслетик. Ты хочешь его вернуть? Хм... Даже не знаю. У тебя мулечко и сердечко когда-то было. Хм... Может, пусть Рон использует это желание. Но я даже не знаю тогда. Он сам оликорн. Чего еще ему нужно? Ну, мало ли. Я тратить желание не умею. А, ну да, это же черта характера у него почти самое главное. Какие-то у него еще черты хреновые. Но это было немножко обидно. Да. У него даже наглость пропала. Ужасный сменосоздатель. Ты хочешь сказать, что у меня должна быть какая-то наглость? Даже не знаю. По канону должна была быть. По тебе она должна была была быть. Ну или нет? Молчи. Ужаско сложно создавать персонажей с каким-то интересным характером. А, он уже повезло. А, почему повезло? Его характера. Ты у Нелли и Нейти, которая по сути должна была быть веселой, спокойной и полей. Которая любит музыку. Про меня нет, вообще лечения не идет, потому что я должна была стать тобой полноценной. Кстати, уже будет два хвостика. Жон тоже не дизайнит. Ну, надо же. Ну и у тебя немножко палитра поменяется. Ну тогда мне даже интересно. Ты собираешь тратить свои желания или нет? Ну или его вообще не будет. Что ты сделала? Раз уж у тебя немножко другой шарик, я его вообще не сделала как шарик. Все же весна! Почему бы и нет? А почему и да? Не знаю, мне так захотелось. Ну тебе еще время подумать над желанием. Не уходи, я хочу это все делать за это время. И да, верни мне нормальный шарфик. Тебе так больше подходит. Я его делаю немножко более красным. Немножко. Ну, он светло-красный, собственно, как в каноне. В смысле в каноне. Есть немножко другая вселенная, которая реальная, не креаторская вселенная, но креаторской вселенной будет тоже свой канон. Нормальная вселенная, которая не креаторская, там будет уже адекватный канон самый привычный. В смысле самый привычный. Который для всех пони, ну и для всех, конечно же, осок. Создателей там нет. Самый стандартный и обычный пони виль. Точнее, кластре. Ну, нахрен. Кластре. Кластре.